Символичная могила всем погибшим на Западном фронте Великой Отечественной войны приморцам появилась во Владивостоке. Памятник Владимиру Цибульскому установили на лесном кладбище. Более 100 тысяч бойцов из Приморья, погибших на Западном фронте, были захоронены там, где пали. Красноармейц Цибульский был бойцом 253-й стрелковой бригады, которая формировалась на базе Шкотовского военного училища пехотного в 1941-1942 году. В основном были курсанты, а также добавляли личный состав из числа призывников. Эта бригада героически сложилась под Боронио, она почти полностью погибла. Володя Цибульский единственный, кто после смерти вернулся на родную землю. Только благодаря случайности и записке, которую нашли при нем же. Дальний Восток, Приморский край, город Владивосток, улица Всеволода Сибирцева, дом номер 123, квартира 3, Цибульской, МВ. «Прощай, мама, папа, обо мне не жалейте. Знайте, что я честно послужил Родине. Ваш сын Володя, целую всех крепко. Брат Витя, не забывай меня». Говорится в записке, найденной поисковиками у деревни Скляева Воронежской области. Поисковик из Воронежа Леонид Бащев рассказал, ему бросилось в глаза то, что рядом с останками лежат маленькие сапожки. Думал вначале медсестра, санинструктор, но понял из записки солдатик, молодой, 17 лет всего. В момент, когда Родина находилась в опасности, не пожалел самого дорогого, что у него было в своей жизни. И он пишет об этом очень просто, скромно и даже обыденно. Он пишет «Не жалейте обо мне, я честно послужил России». Но невозможно обыденно относиться к смерти. И сегодня мы вспоминаем Великую Отечественную войну. То время, когда на защиту нашей Родины стало целое поколение людей. Сразу после того, как стало известно о находке, Владивостокский совет ветеранов вместе с администрацией города занялся работой по доставке останков героя на родную землю. Близких солдата найти не удалось. Да и обозначенного в записке дома по Всеволодосибирцево уже нет. Церемония перезахранения прошла в День народного единства 4 ноября 2016 года. А теперь здесь появился памятник. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом.